Магом проиграем, ладно Как оставить гном и след на карте мира? Вы на горке, мне нужно, чтобы ты на твиче в приватной написал свой город И я в течении примерно недели добавлю тебя Сильный рощатель торок? Нет, как видите, эту партию выиграл паук 1-2, который у меня выпал и спас меня Пауком 1-2, мы там пожрали просто безумное количество чужих пауков Мадив! Мадив, да, 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 да Мадив! Попробуй начать! Попробуй начать! Мадив! Ягодош! Мадив! Почему такой язык невнятный? Редкая карта, да? Реееее! Редкая карта! Мадив! 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 Как вообще разговаривают? Привет, Ром! Почему грубо считаешь недостойным стримером? Мадив! Мадив! Мне приписывают чужие слова или мне приписывают не мои слова? Я никогда такого не говорил! Привет, Ром! Почему грубо считаешь недостойным стримером? Я никогда не отчего? А, ну если тётка спрашивает, тогда щас чё-нибудь другое, отлично! Недостойным чё? Кто круче на арене, едите ли Дорф? Дорф. Дорф вообще вот такой мужик. Сейчас тебя поставим, да, и он возьмет одну карту. Ну, в общем-то, ё-моё. Вот бы Антона и Спартова вытащить. Или Таури Сана. Сейчас это говно на стол, он сейчас запарится убивать. Мне нужно, чтобы он потратил монетку, тогда я поставлю контр-спейл и пинга, но он не сможет потасовать, и мы его запинаем. Мадеев. Сучонок. Крысы не могут-то. Так, ну хорошо, это значит, скорее всего, вар на мужиках, засовок у него нет. Но все равно монетку все еще не тратил. Кумар к своей бэкне, тёс. Е-мое, монетку не тратил, вообще неохота ставить контр-спейл. Не-е-е, ососики чё-то какие-то. Не-е-е, ососики чё-то. Мне крайне желательно оставить стрелы, чтобы под Антона. Ну, ну казнь отдал, и неплохо бы промониторить его руку, чтобы знать, есть ли там вторая казнь. А то так Антона ставить с одними стрелами на один фаербол рискованно. Но с другой стороны, чем больше затягиваем, тем больше шанс, что он эту казнь найдет. Ну, или комбутом закрутит. Он понял, что контр-спейл сейчас разминирует монеткой. Блин, оппонент неплохо-то играет на 14 ранге. Да, внаху-то. Что шли? Я не помню. Может и есть, а может и нет. Никфан. Да пизда какая-то. Дурачок трахнет. Да, монетка разминирует. Что-то мне этот ромерант надоел, он должен кер-монетик дать. Ладно, прорываемся. Надеемся наверху. И все. Это правда, что на одном из турниров БХС ты палил экран и выиграла, когда попросили отвернуться. ВС рал по полной. Что за чушь? ВС рал по полной. На каком турнире я мог что-то палить, а когда попросили отвернуться, я мог срать. Чисто теоретически где-то возможно вообще. Блять, здрасть. Что это за патрон вар такой странный? Может и не патрон вар, а может и какой-то хуй пойми какой вар. Хуй пойми какой вар. С Рагнаросом. Какой улучшенник женскому персонажу в Вове? Татьяна вот такой. Какой улучшенник. Ага! Теоретически если промахнется Рагнарос и если он отдаст какую-нибудь казнь на контерспелл. Ну нет, он отдал монетку на контерспелл. Удар щита у него, что ли, есть? Удар топором. Нет, у него есть удар топором. Таурисан. Билвин как правило это карта патрона. Так, ну ладно, тут мы видимо соснули, да, если мы щас бума не поднимем, как пидорасы. Тут мы видимо соснули. Попал в этого ещё. Переяди Шмаулин. УКС ещё будет? Ну я думаю ещё часик-два может. ОТК Вар с Воргеном. Ну это вряд ли, потому что в ОТК Варе с Воргеном очень много частей комбы и даже если предположить, что здесь у него только одна комба осталась, то у него слишком много карт, которые не имеют никакого отношения к комбе пришли. Поэтому вряд ли это такой вар. Это обычный контроль вар, так как выяснилось, только с Таурисаном. О, вообще щас к стальке принесём. Пора доктора Бума тут дайкать под БГХ его. Так, ладно, тут он спас осики. Чек, мейт, хорошо. Попал Ленин. Тауэк. Вармс Тимошко пишет. Я вот не понимаю, почему люди так плотно задроют фхс. Меня хватает на 3 часа максимум в сутки, а потом надоедает. Что же вас-то держит? Слушай, у меня стричный вопрос. Я тоже не понимаю, зачем так долго заниматься сексом? У меня хватает на 30 секунд максимум Потом уже все Зачем вам? Неужели вам это нравится? Зачем вы это делаете? Я не понимаю Объясните мне Ни хрена себе сдачка Мы сейчас победим с такой сдачей Да что 30 и 20 нормально? Что я вас обманываю? Хватает на 20 секунд Потом все Не понимаю вообще Однажды я случайно в интернете Наткнулся на документальный фильм Про любовь И там значит вот Гораздо дольше Я так удивился Казалось бы давно пора уже Ребята Алло Звери что ли? Норматив 10 секунд Но я буду тренироваться Чтобы укладываться норматив А воинтен Целиться Нет Телкоманды Голдфиш Адский голдфиш Сейчас мы на голдфиша Затащим наверное Как раз то что я хотел Лишняя собака Лишняя собака Че бы не сыграть Мне фартит конечно С порталами адскими Как работают два миражницы Никак не работают Второй ты не поставишь О это кстати хорошая карта Отвечет тебя Как ты знаешь Шо бы ты мальчик Лесом Вот так тебе Нет Два секретчика с монетки Это бомба Теперь подерешься Че не сделал Двыми секретчиками с монеткой Сразу было понятно Да и к Тазару я не думаю что ты был близок Я слишком зааркадничал Даже когда я совершенно не был уверен что я знаю ответ Я все равно убрал ответ Я просто не очень представлял себе правила своей игры И думал что если я беру ответ в неправильном твеча Я просто не зарабатываю очки Оказалось что я их еще и теряю И этого я не учитывал Но в следующий раз я попробую быть осмотрительнее О как народ старт в уроке Ну все Роги То есть конец То есть смерть Роги Откуда 2000 людей в 2 часа ночи Это еще не очень много на самом деле Не очень много Если бы я стримил не с часу Скажем с 11 Было бы сейчас больше раза в полтора-два Ну не в два наверно в полтора Не рождите умоляю Спасибо Да хотим или сейчас поставить стенки Чтобы прокачать монозмея И тогда мы попадаем под фури Ну так мы защищаемся от яда без фури Да Так тебе еще раскачаться и фури Да ладно Мы будем жопить стенки Конечно у нас есть чуваки 24 И Антон который хочет стенки Но до них что-то еще как до луны А так можем резко его зажиговать в лицо Сучонок И веси рейд мне дает Привет чувак из чата Я поживаю прекрасно Поживаешь ты Поживают ваши родственники Если я два раза в атаку схожу этим чуваком Это как будто бы один фаерболл Плюс он еще останется Нет 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 Мои стеночки не бей Мои стеночки Нет 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 Дудос Какой дудос В порядке Парня который создатель своей игры Его зовут Саркис Ник у него Синет И я давно в курсе что Будет вторая часть своей игры Собственно я анонсировал в своей группе Помощь в сборе вопросов Там просил помощи Потому что очень сложно Подобрать нужное количество вопросов И я в группе анонсировал Что кто хочет помочь Присоединяйтесь Что что ли агент Шурун Да ты запарил Да ты надоел чувак Своими пенами ножей Сдачка так сдачка Всем сдачкам Сдачкам Сапнуть Я не против Салап Нет Плана нет Просто Просто Постоянно расту по чуть-чуть Что делать Если друзьяшки Не делятся играми на x-коробку Заведи новых Так Ну преп он один отдал Да Сел Надеется что у меня спала нет в руке Да У меня есть спал Поиграть за друида Нет За друида я не хочу Он конечно очень хорош Но друид у меня уже золотой Каждый раз когда я побеждаю Каким-то другим классом Я приближаюсь На один шаг к золотому магу Скажем например Смотри Меня уже 177 побед Осталось всего лишь 323 Я уже очень близок А друид золотой Поэтому не хочу играть У меня вообще друид самый любимый класс Потому он быстро золотой набрался Что я друидом люблю играть И набрал он очень быстро 500 Ну как Относительно быстро На втором месте у меня Рогу там 400 Чем-то Все остальные Вот там Пал 90 Прист 199 Вар 163 Маг 177 На хантетам побед 150 200 На варлоке 200 Поэтому я хочу играть классом Который еще не золотый Что за лутбокс я распаковывал В смысле Что за лутбокс Ну лутбокс Это лутбокс Это коробка со всякой всячиной Где я его купил Слушай Есть такой сайт Лутбокс.ру И ссылка на него под моим стримом Или на баннере вверху справа Проскакивает Если ты захочешь купить себе Такой лутбокс Ты можешь при Регистрации покупки Указать там скид на кодку к нуме И получишь скидку Прямо от меня Так что Я буду каждый месяц Вкрывать в коробке Может быть даже по две штуки Там же две Гиковская игровая Может быть я даже подъеду скрывать Почему вогу друидом не играю? Ну вогу я люблю играть паладином В уроку докачаем Я не хочу никого экстренно докачивать Не хочу никого торопить И там Изо всех сил крутить педали Попробую монетку Кстати сэкономить Если получится Я просто играю В свое удовольствие По чуть-чуть ранки По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Я вот играю В Хардстоун Уже больше полутора лет И у меня за все время В ранки где Три с чем-то тысячи побед В отличие от арены Где у меня больше Десяти тысяч Поэтому По чуть-чуть там играется Гном Риган Ты чё наркоман что ли? Ты что Совсем Может подпишешься на год Но пока денег нет лишних Но мне кажется Улыбок сложно назвать Товаром первой необходимости Если нет денег лишних То наверное можно и не подписываться Так Допустим Там есть Ремовал за две маны И даже если я разгоню по максимуму Он все равно Он меня убьет Будем надеяться на лучшее Витян В то время Когда я открывал Свой лутбокс Там был доступен Только игровой Один из первых Открыл Говно мне не нравится Вообще Ни разу не нравится Я могу стать 4-3 Неплохо Ой С учетом арт Да мы тратим Нет Не тратим Не тратим Не тратим Ааа Я не знаю Тратим Он во-первых Не сможет От меня ударить И похилиться Может стенку похилит Мы через арт Всего добьем Не музыку Не хочу включать Скилла не хватает Какого скилла На что Лутбокс Всем разные Приходят Нет Конечно нет Это нелепо Хабаныш Доктор Бум Рагнарос Дерьма Кусок Так Он монету тратил Да у него Хулиного не будет Монету А монету я тратил Значит у него Хулиного точно не будет Ящик арбузов Подписаны мне два месяца подряд Почему ты мне этот вопрос задаешь Тебя надо спросить Слушай свое сердце Что оно тебе подскажет Так мне надо сыграть вокруг Хулиного Хорошая карта Очень Очень хорошая карта Между прочим Монету мы конечно ставим Даже если у нас хулиного У нас останется стенка Ящик арбуз Потом Со временем поставим Боури санку У меня уже что-то на пятый ход Удэкнуть Чтобы не пропускать пятый ход У меня такая тяжелая рука Вообще Чтобы подавать заявки Более топовые И стать В течении какого времени Копить логи Стоит и отыграть Полный патч Контента Потом давать заявки Где свет Ну видишь ли Сейчас Погоди Все еще боимся Хулиного В общем мне нужно Сейчас отдать его Чтобы получить деталь Удешевить через ход Конечно Чтобы подавать заявку В совсем топовую гильди Тебе нужно иметь Какой-то Опыт Какую-то Основу Которая тебе позволяет Претендовать На место в топовой гильдии Есть множество людей Которые думают Ну вот я сейчас Начну играть в World of Warcraft Я же такой умный И красивый Нет вообще людей Которые считают себя Бесполезными дурачками Каждый человек думает Что он невъебенно полезный И вообще молодец И конкретно он Заслуживает место В топовой гильдии Это не так Вообще Не знаю Ни одного случая Когда пришел бы Новый игрок в World of Warcraft И показывал бы Какую-то достойную игру Нет Все они говнари Абсолютно все Соответственно Тебе он уже вначале Научится Ты начинаешь играть В гильдии Для начинающих Набираешься Какой-то опыт Потом еще Я тебе скажу Такой ориентир Чтобы ты не сомневался В тот момент Когда ты будешь Готов занять место В действительно Топовой гильдии В одной из лучших гильдий В мире Ты будешь абсолютно Точно это знать Ты абсолютно точно Будешь знать критерии По которым Которые определяют Топовых игроков И у тебя не возникнет Ни единого вопроса Готов ты или нет Пока ты сомневаешься Нет Ты не готов Нет 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 Кто-то измерил? Бедный рагонород не знает куда шли Да ё-моё ты чё, озверел что ли? Ты чё, озверел что ли? Бедный Антон, так и не успел себя показать Нет, вещество бокса приходит всем не разным Есть два вида коробок, игровая и гиковская Все игровые одинаковые, все гиковские одинаковые Ну каждый месяц они разные, но внутри одного месяца все одинаковые Есть исключение, наподобие лотереи несколько коробок вместо обычных К нескольким частыщикам приходят супер коробки Это типа им повезло ускорить крутой бустер Там должно быть крутое наполнение, дорогое такое Но как конкретно оно выглядит я не знаю Чего там ожидать, не знаю, может там приставка какая-нибудь придёт, что-нибудь такое Понятия не имею Можно вопрос про гильди, только пве игроки и пвп тоже играют Ну у нас есть несколько игроков, которые просто играют в пвп в свободное время Но это не централизованно, мы не набираем пвп игроков Мы не вводим гильдейские централизованные какие-то пвп ивенты Централизованно и организованно, у нас только пве Остальное, как хочешь играй, не хочешь не играй Начал нарекомендовать, вот правильно, рекомендуй Порекомендуй меня десяти друзьям и получай одну подписку бесплатно Кстати было бы неплохая идея, жалко что не взяли завод Что за говносдача такая, как нам с ней воевать? Что нам, вот что нам, там хендлок, а у нас что? Ха, у нас в лицо, вместо секретчика божественного в лицо Ну придется из руки ставить секрет Когда я на время, найду время обновить для киносайта Да нет в этом смысла никакого киселёка, ты сам знаешь А, это зоолог с демоном 24 Федерастический демон 24 Нет смысла, потому что на обновлю через неделю они устареют Какая разница, сколько мне обновляют, хоть обновляясь Они устареют очень быстро Ахер это делать, у меня нет вообще никакого смысла Лаки бокс, телек иксбокс, ни хера себе, вы видите? Классный лаки бокс К сожалению, ребята, так как я не получаю полноценную коробку по почте А мне как бы привозят, чтоб я открывал в целях рекламы То вряд ли мне привезут лаки коробку, я в этом не участвую, к сожалению Очень жаль, я бы не прочь еще раз подписаться, чтобы иметь, знаете, надежду вскрыть лаки бокс Правда на хера мне два экземпляра всего этого говна Боже, это зоолог с херами Мои глаза открыты Ты играешь пять лет, не играл на офисе, я сейчас спрашиваю Как новенький на офисе, не в плане этой игры Я думаю, за пять лет получил опыт играть Ты же это, ты же на пиратки играл Нет, пираточников никто не любит Поверь Поверь, никто не любит пираточников Nobody likes, пираточники Надо убивать, иначе он сержантом, брав? Не заберет нас Сколько стоит акт с персонажем и шмотком для топ гильдия? Шмот не сильно влияет, почти никак не влияет шмот на ценность аккаунта Ну чуть-чуть так На самом деле на ценность аккаунта в World of Warcraft влияет старые, такие, знаете, элитные достижения, которые уже не добыть Потому что есть такой разряд достижений, которые можно добыть только в актуальном контенте до тех пор, пока контент является актуальным Когда вышел следующий контент, этот предыдущий контент перестал быть актуальным и уже нельзя получить достижения какие-то с ним связанные Поэтому ценятся очень высоко такие достижения и ценятся редкие маунты, то есть которых сложно получить Они дорогие, редкие, элитные, папские и вообще Вот что влияет на ценность аккаунта Шмот так, сегодня шмот есть, через полгода он превратился в труху Поэтому он так, славенько влияет Говна сам признался Мне, знаете, мне нравится, я вот половину своей коробки, которую открыл, я уже раздарил Причем, действительно, очень удобно дарить Потому что, ну вот, открыл я игровую коробку Вот я в Звездные Войны не играю, у меня, собственно, так По барабану в Звездные Войны В GTA я не играю У меня в блокноте по барабану Но, как выяснилось, у меня есть друзья, которые все это ценят Они были очень рады получить, я с огромным удовольствием все подарил Мне кажется, в таком ключе надо это все использовать Ну, часть я себе, конечно, оставил У меня, например, осталась машинка Я подарил футболку Он, кстати, футболкой все оставил, ну ладно Я подарил блокнотик Что-то еще я подарил Так что он не пропадет Ну, я так называю, друзья, конечно, это не друг, а так Говнодруг Недодруг, я бы сказал Ну так, обычный этот, как его, чмрдяй Нам нужен киберспорт 50 на 50 Киберспорт, и мы победим Да нет, уже стенки, это нахуй Это нахуй этот киберспорт Но я надеюсь, что там нет ремоула за 6 маны Потому что это жопа Или Hellfire жопа, он из Hellfire убьет Блин, что-то Антон, чувствую, не жилец Может был еще ход подождать Но тогда, получается, я пропускаю целый ход просто так Вообще не круто Да, датерская кружка осталась у меня Да пошел ты в жопу с самим ремувалом Пес Вводим фаербол А, нет Другое А, что флейм, что флейм Ладно, ему дорого-то все пошлось Не совсем то, что я хотел Сказать кружку Да я не потачу сейчас кружку Если хочешь посмотреть, открой просто Открой Ютуб Там, где открывал всю коробку Не нравится мне эта партия Мне кажется, что сюда добора надо добавить Реально мало добора Надо сюда положить эти Аркандские интеллекты Что-нибудь бесполезное выкинуть Что-нибудь бесполезное выкинуть Что-нибудь бесполезное выкинуть Да, билд по-моему просто не очень хорош У нас быстро кончаются карты, и начинаем сосать без карты. Да, Гамбит, ты иди в гильдию, которая тебе сейчас по силам, по уровням. Не надо сразу рваться в ту гильдию. Во-первых, я сам не готов. Ты не обрадуешься попав в ту гильдию, и не представляешь, какого уровня там нагрузки. Нагрузки там просто пиздец, если честно. Там может быть второй Шитов Флэйм, но у нас стоит Counter Spell, но не боимся. Что-то пожирнее карты. У меня тут всякие монозмеи и вот эти чмёрдяи 2-1. Жирная карта. Что нам топдек? На Доктора Бума, что ли? Нет, у нас еще один жирный топдек. Я выбрал три гильдию. Давай, я впитак на все деньги. Не стесняться. Мы фэрбол топдеким. Вдруг там хила нет, а мы топдеким фэрбол. чё-то выкинуть проиграли очевидно ладно 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 давайте переберем деку надо сюда как камера рэнти поместить он убивал не монозмея потому что он нубас даже не знаю что дракон дает он спд 2.1 и лишний 2.1 и дают нам детальки под сплы в общем то их не называть совсем лишними да они как бы кандидат на то чтобы их убрать что мне тоже 2.1 не очень нравится она вроде как полезная нужно ладно попробуем 2.1 убрать они кормят чуваков 2.4 они кормят антона но я думаю фарканский интеллект покормить не хуже крылок на данный момент самый играбельный да не все три так примерно на уровне мтг не гонял я играл мтг несколько лет довольно серьезно если хорошим мморпг немножко посвежее чего хочешь графон не мморпг это вообще ни разу не не про графон они есть новость графона но не говно они загибаются через полгода после выпуска всех раскручивать рекламируйте бля но норпг сейчас все как начнут играть не они все умирает ни одна из них не может выдержать конкуренции словом нет солдон это ты не представляешь какого сейчас играть в топ гильди сейчас нагрузка гораздо выше чем раньше гораздо в разы они рейд по 16 часов в день твои два часа фарма перед рейдом а потом четыре часа в рейде это смешно придется оставлять монетку может вот тетка монетку сдуть но монетка нужна под антона ты представляешь себе что такое рейд по 16 часов в день на на высоком уровне объяснил почему таки нету разнообразие ради игра без музыки можно и тут чин зале как вышла меньше но не что наверно так похоже монетку все-таки тратим не хотела тратить монетку на так вышло если бы гильдии текущего уровня ну топовые гильдии мира выставить им контент той сложности что было он был бы защищен за несколько часов сейчас просто невероятно за несколько лет лов невероятно сошагнул вперед анализ боев подготовка к боям дрочь ptr анализ логов подготовка стакане оптимальных классов заранее и надо быть чтобы на что было на что жить ты мог спокойно релист на все в день во первых можно быть студентом многие как бы не работают при этом вообще ни хуя не делают они тоже не видят вообще-то жрут пьют спят во вторых такое освоение хардкор на большинство большинство времени ну недолго длится потому что так много видишь ты закрываешь контент быстро как право в течение пары недель ты закрыл и все соборен гуляй потекте отдаем даем ли мы тебе тёлку забирала на тёлку взял там больничный или отпуск на две недели контент закрыл все соборен ридишь по вечерам нет я не болею за экзорсус они не нравятся лосточком слабли наши гильдии не знаю мы сейчас в этом контенте стали рейдить довольно казуальненько мы два контента назад так серьезно вжарили позадротили честно очень казуальненько медвень раз 7 милька да ладно дайте посмотреть чё себе сейчас там не слишком сложные боссы да штучек 5-6 на рубьём мне туда 8 и 9 раз 7 хераси они там пробивают нет волны не играл ухты я могу поставить таври сана я это сделаю нам нужно еще один мир арендить футер спалл сейчас все удешевим потом либо бесконечные фаерболы футер спалл хорошо это минус потасовка минус казни того рейсана мы два раза всех удешевим потом через антону как оттрахаем всех как оттрахаем всех футер спалл уже хорошо да удар щитом может он сейчас второй удар щитом отдаст тогда будет антон больше безопасности вообще топор футер спалл такой рейд любого контента я называл самым периодом к тимплею понимаю на три гильдии я уже много раз отвечал на этот вопрос реально очень много раз в каждом контенте есть как легкие боссы так и сложные боссы нельзя выделить какой-то один невероятно сложный один какой-то невероятно и остальные легкие каждый контент состоит из боссов эти боссы делятся на совсем простых на средненьких и есть всегда один два может быть три очень сложных но как правило их один два нельзя сказать что вот весь контент очень сложный сейчас контент проще чем рагнарос смерта крыл вове это чушь петровна литейная была охуенно сложная самый крепкий победил самый надежный мужик здесь мир арендить один фэрболанс есть арендить попробуем за пропуск рейды сразу исключают нет ну hold след lead is не желательно ли вообще в римеantiность своего свежих столько играть это говоришь как будто все кто не играет у волду в аркрофт они в это время там изобретают лекарства отрака или летают на морс Picnic и 제가 и нефигна заняты чем-то очень важным А вот когда играют в World of Warcraft, они тратят свою жизнь Ну чем ты занимаешься, чувак? Ты сидишь, смотришь стрим по игре Ты что, как-то полезно проводишь свою жизнь, что ли? А потом ты пойдешь там, не знаю Попьешь пиво, поковыряешь носу Ну вот это вообще Ты с большой пользой проводишь свою жизнь И тебе поставят памятник Еще при жизни Меня тоже так удивляет Фу, в доте тратить время, тратить свою жизнь Пойду футбол посмотрю Ну охуеть 24, конечно, ничего Но нам нужен секретчик 2.2 Тоже ничего Да, действительно Каждый норовит научить другого Норовит научить жить Ты неправильно живешь Послушай меня Привет Покажи бицуху, мало ты еще бицуху мою смотреть Что ж там, нам стенки пригодятся Задим мы на змеи и портал Покажи бицуху на твою голову И шо портал Больше порталов, богу порталов Блин, это не совсем то, что я хотел Змей каких-нибудь трахнем этой штукой Да я думаю трахнем, да, потом Это еще то, что мы на змеи оттерляем Иви мразь Ничего, ничего не мразь Если в СВО можно было рубить бабло, то норм Те, кто серьезно играют Зарабатывают налогу в Warcraft И шо портал Прямо сержанта на халяву Блин, это плодильница Плодильница собак Мне за херня вообще не нравится Не держать же ее в руке, да Ну ладно, мы будем этим говном съедать Существ 2-1, которых он будет выставлять Ты долго травил Герой к смертокрылу И ты имеешь смелость делать какие-то Какие-то оценки давать мификам Убак, у тебя плохие новости Там тысяч пакет Это Козе, понятно Надо вскрывать Там стенки из него полетят Чем меньше собак, тем лучше Вот именно, на самом деле Самые такие Дурацкие оценки дают люди Которые, собственно, никакого отношения К хардкорному ПВЕ не имеют Чувак вот играл В нормале Трайл в нормал Спину смертокрыла Говорит, очень долго трайл Босса, который убивается За несколько пулов И он дает оценку мификам Собственно, так все всегда и происходит Абсолютно некомпетентные люди Блин, не то, что там есть собака Блин, если каким-то чудом тёлка сейчас выживет, что, конечно, маловероятно, возможно Мы через Антона с пылом запихаем А там собака сейчас спустят и всё Собакам заснем, он придётся стрелами всех стрелять Да, логи у нас закрыты Как хилит Илериус? Ну как хилит? Ну вот в зоне, вот в зоне дохнет и оттуда хилит Сегодня он почти каждый пол дох По-моему, до килла на всех троях сдох Так он и хилит Какая разница, сколько он там нахилил на килле Если он на всех троях дает, то сдох Топ гильдиях спонсор оплачивает подписки Подписки Действительно, в том гильдиях рейдеры зарабатывают денег Ну, немного, но зарабатывают Например, в экзорусе, насколько я в курсе Каждый рейдер получает 300 тысяч рублей в месяц Но это за байеров они так получают Да-да, дружок совсем отчаялся Телку, конечно, жалко Жалко, конечно, телку Ага А что-то не густо, на самом деле Не густо, что-то на самом деле Мы уже не успеем раскрутить Антона Она уже защитится от РФК и убить через ход Еще не было ни разу, чтобы я отдавал перманент Сабу Пару раз давал 300 тысяч, я сказал 30 тысяч, нет 30-30, ребят За что? За игру За то, что они тратят свое время на World of Warcraft Так, мне очень неохота ставить Бума, потому что это лишняя собака и теоретически можем задохнуть Теоретически Да, лучше поставим одно существо Да, кстати, совет в СБ и королю Магушане Отличный пример сложнейшего босса, которого хуй победишь Кондр с полом проверим Тамара выщипала крови, в отместку выросли усы Ноги брить, она не стала, оценку рисков проведя Да, когда это Гринч, да Зачем, чуть не хватает Он, кстати, забавно, на 3 выстрел стенку 0,2, хотя мог бы двух собак отдать и 3 кинуть в лицо Так было бы ближе к килу На самом деле, то, что я сказал, что игроки Ронни Экзорсиса получают по 300 тысяч рублей в месяц Ребята, это люди, которые играют в World of Warcraft на уровне, но не входят, скажем, в сотню, может Ну, в худшем случае, во вторую сотню лучших игроков мира Если вы в каком-то деле будете входить в сотню специалистов в своей области, вы будете получать в разы больше Не какие-то там 30 тысяч, а вы будете получать тысячи долларов в месяц Потому что специалисты в любой области ценятся очень высоко И, соответственно, то, что ты играешь, то, что ты являешься одним из лучших игроков в мире и получаешь 300 тысяч рублей, это совсем немного Это просто как дополнительный бонус за то, что ты отдаешь игре столько времени и сил Решил с карты напрямую Ладно, так ты не разорись, я переживаю Главное, чтобы все оставалось в удовольствии, не напряг Играешь с конца реча, кончался классы, 6 героев, 100 уровня, до сих пор не определил себя мейна Ну, значит, ты козвал и тряпка, нам с тобой не по пути, Эктазар Ты мне отвратителен, не пиши мне больше Я не понимаю козвалов, мне кажется, они какие-то не люди Ты специалист по пианино, но если бы ты был каким-то невъебенным специалистом Я уверен, нашлись бы ценители этого скилла Это че за говноздача такая против антар, почему такая тяжелая Смогли бы автопруги где катать? В смысле физически? Да, думаю, смог бы более чем Или скилически смог бы Не будет времени эти штуки, да? Хотя нет, через два хода мы сможем их поставить А так мы защищаемся от рывков, а так собаки, а так лук Медренчика, ну, дальше будем с ним играть в осаду Нет ли конфликтов между присанами? Нет? Нет? Нет! Да, инцес Вы в лицо сейчас успеете, ригнаросс, в лицо будь добр Будь добр в лицо, ригнаросс Вальваз только проблем начнется, а так мне будет 13 хп, все будет хорошо Молодец, ригнаросс, молодец я там узел гринчу халявный донат как цветов страдаешь министр сельского хозяйства такой мудак сказал захар поправил шапку затянулся и рухнул головой я только с третьего раза понял нет совсем какой-то гомосек на вы там фрустрапа да это бабки не ходим и они там будешь пакет там будешь пакет вот в чем дело вот почему он так сходил еще проиграть умудримся из-за этого дебильного рагнароса дебильный рагнарос что-то надел все обосрался во-первых благодаря этим гиенам и все расколупал ебаным во вторых но сейчас на 8 хэпы больше чем должно быть не попал теоретически должно выиграть теоретически а вот это фрост раха что-то не нравится мне там сейчас мы еще можем проиграть с такими 10 12 14 у него 14 остается 8 ой давай 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 хит хит только не хилься не хилься не хилься прикиньте хан скиллом окажется вот это будет интересно ант со скиллом чуть не проиграли между прочим все из-за рагнароса глупого жду ли я новую потасовку да не я не жду потасовку никакую потому что я понимаю что это любая потасовка развлечения на полчаса максимум в самом лучшем случае нет не жду что за маги пошли с двумя жонглерами но агромаги что такого они через тень к 02 стреляют ну и всякую мелочь мать Продолжение следует... Первая была топовая? Нет. Может казаться топовая по сравнению с остальными. Кстати, мне тоже кажется, что потасовка на порталах была бы еще веселее, чем потасовка на пауках. Какое лучшее место в топе нас в Ванилвис получал? Ну, мы были вторые по России и, по-моему, 13-ые по миру. Это было в контенте ПГ. Не. Что угроз? С каким-то шумом, как покажут. Да, с бананами, конечно, вообще полное говно. Однозначно лидер по говну. Бэкстаб. У нас есть бэкстаб. Нет, у меня не все карты золотые. Почти, но не все. До полной коллекции у меня не хватает 1040-50 пыли. Не, ну, в деке все, конечно. Когда горючими слезами рыдает Ольга к ней толпой, бегут ребята с Байконура. Стани с тройми на береге. Ни хера, не понял юмора. В чем смысл? Ладно, интеллект. Что-то мне не очень нравится эта сдача. Когда горючими слезами рыдает Ольга к ней толпой, бегут ребята с Байконура. Я не понял, почему это вообще ребята с Байконура. Какой босс СПГ больше всего? Ну, там были два прикольных босса. Это робот и... Фак. Робот и Лишина, конечно. Лишина это просто огонь был, босс. Такой босс. Какой был босс. Какой был слон. Лишина это, конечно, огонь. Один из вообще лучших боссов, что я помню. В митке у нас два... А, горючая, я понял. А, я только сейчас понял. Горючие слезы и ребята с Байконура. Что-то тупой какой-то. Точно, точно, точно. Ну, я знаю, что только смотрел Байконур. Горючие слезы и к ней бегут за топливом. Значит, что-то я как-то... Ступил он. Кстати, только подумал, что было сейчас идеально его тут декнуть. Вот тут декнуть. Красный. Блин, очень тонкий, очень тонкий пирожок. Я понял с третьего раза с объяснениями. У нас где-то есть на моем канале... Черт, я как раз собирался... Есть мувик, убийство решено. Очень крутой кел, очень крутой босс. Посмотрите и узнаете, каково это. Не, ну это полный пиздец какой-то. Это, извините меня, ни в какие ворота. Латеп нас трахнул. Как мне, Аплавс? Да, Аплавс тоже был отличный, босс тоже. Шикарно. Блин, латеп меня трахнул. Прям неприятно. Нужна телка 3-2. Телка 3-2, приходи. Том, конечно, тоже ничего. Он был пожевать соплем. Кажется, Флори нет, либо он не видит своего летала. Кажется, Флори нет, либо он не видит своего летала. Пожалуйста, меняйся. О, он сейчас еще. Он не увидел, летал, он не был летал. Он шел все в лицо и убивал. Ладно, я совсем не против. Бомбы, конечно, молодцы. МОЛОДЦЫ! Контерспел, надеюсь. Да, контрспел-то хорошо. Это увеличит наши шансы на выживаемость. МАСТЕРСКАЯ СТРАГБА. Да, Рога, конечно, спонсор наших побед. Контерспел и Висерейд, смотри. Опа. А он сейчас может сапом с... Теперь мы Висерейдом не хватает, летал. Не, не, спылай, спылай, спылай. Нормально, кстати, спыл. Да что, ты шмаляешь-то, друг. Вот, вот так вот, давай. 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 Безумный чувак, 2-4. Не знаю, как они время-тремень пускать таких чуваков. Просто упороты. Да, слаб. Тогда мы серьезно рейдили и не хотели... Ну, когда ты стримишь мифик, ты сразу как бы оказываешься в уязвимом положении. Во-первых, ты сливаешь свои страты тем, кто идет за тобой. Во-вторых, в такой ситуации проще развалить гильдию, кого-то сманить. Да, чернорука, что-то я забыл вложить, но где-то потерялся. Бедный Сликрейдж, он уже запарился и спрашивает. Сликрейдж, на моем сайте есть раздел деки. Там есть деки нормаль собранного приста. Просто посмотри на нее и все. И отпадут все вопросы. Дняга, мне уже жалко стало. 52-й раз дает вопрос. Интересно, вторая бомба у нее есть. Кого он испугается больше? Моногни или тёлк? В лутбоксе, может быть? Не знаю, точно так же жду, когда покажу, что вместе с вами посмотреть. Будешь мне знать? Мне тоже им всегда интересно, что там лежит. Я не знаю заранее. Я с искрением любопытства скрывал на стриме Свою коробку и все на ютубе лежит. Давай киселев, поке. Эй, вот пидор гнойная. Как бы нам всех трех перестрелять. Лол. 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 Я как будто фейсмаг. Это на самом деле неплохо, там хил есть в этой деке. Мы сейчас потеряем контроль у нас, а пидорит. Очень плохо у нас. Осень, а плохо на сяника. Осень. Ну, уру, мне не знаком. Я уже прочитал раньше кукол бабы. Аркадий выглянул в окошко и гаркнул. Едут так, что мы в штаны отчасти наложили, хотя еще не знали кто. Нет, нет, нет. Нет, блядь, кланал. Гамаш. Пидор гнойная, да? Везет. Засчитаем, это заповезло. Кажется, надо контролировать, да? Потому что иначе какой-нибудь штук флейм. Да, надо контролировать. Ну, собственно, за две маны существует 3-5 с небольшим штрафом. Не самая худшая карта. Могла быть и хуже. Могла быть курица. Деколога? Да драгонлок обычно. Драгон, демонлок. Там все, говна, навал. Такая хорошая карта выскочила. Вот говно, а. Выкрутился, пес. Ладно, сейчас мы тут дакнем фейербол. Тут дакнем, смотри. Давай, давай, возьми карту. Хотя, может быть, с тела в лицо выстрелить. Тогда, если он не хилится, мы стопудов леталим в следующий ход. Так он просто убивает моего Таурисана за 6 маны и хилится. Мертвый тонешь, пес. Мертвый тонешь, пес. Хорошо, что я все-таки не гонул в лицо. Хорошо, что поставил Таурисана. Зомби он тоже выстрел неразумно. Потому что он должен Миро Ренти разминировать, чтобы как раз хилиться с твоим же Чудзомби. Может, у него второй есть. А может, он просто нубас. Твою мать, мне два хил... Да ты охуел, что ли, чувак? Два хилбота у него есть, я. Всем озверел. Два хилбота. Ну и радует только то, что больше там хила быть не должно. Смотрите, за это бума, пес. Где новичку взять голду? Вов. Гарнизон жрет как бешеный. Наоборот, гарнизон производит голду. Квесты, утиль. Соратники на голду, соратники на ресурсы. Гарнизон только на первых парах жрет голду, но потом быстро начинает ее вырабатывать. Ну, потерпи недельку. Потом начнешь очень быстро зарабатывать. Как раз гарнизон, это фабрика голды. Тебе нужны соратники, которые увеличивают ресурсы гарнизона. Соратники, которые увеличивают голду с квестов. Ну и нефть, видимо, на новых квестах. Я, правда, не очень с нефти раньше еще прошарен. Мне прошлым летом под окошком. Глеб вывел Оля Аллафью. Я подкрашиваю ночью. Это затапкивается. Неплохо. Эй, ты, пес. Да, блядь, у него все есть. Давай в лицо натрей. А что происходит вообще такое? Не понимаю. Почему игра продолжается? Почему он еще не сдался? Арена дам? Наверное, сейчас ту партию доиграю. Пойду арену играть. Ну, заколебал уже этот варлук. Ему так прет. ГХ у него есть. Там все у него есть. Два хилбота завезли. Гомосеку. Это Малилок 100 пудов. Он может резко напихать. Малигос. Ну, правда, он Тарисану еще не ставил. Тарисану поднаставил. Все удешевелил. Поставил Малигос и напихал. Пока он с Малигос меня много не напихает. А, у меня же летал, ё-моё. Двечку показать? Сейчас покажу. Плохо место Рагны. Почему место? Здесь лежит Антоха. Здесь Антоха важный мужик, потому что много спилов. Вместо вместе лежит. Вот такая дека. Здесь одни аркан стрелок. Один флайн кэнон. Один контрспел. Один робот. Ну, и легендарки по одной штучке. Да. Один флайн. Продолжение следует. С